Здание следственного изолятора в конце лета отметило 150-летие. Тюрьма не раз меняла место, но в конце 19 века расположилась вдоль центральной улицы города. Сегодняшнее руководство ответственно подходит к сохранению исторического наследия. Не исключено, что в перспективе в тюрьмном замке появится музей, а СИЗО переедет на другое место. Старейшему зданию для содержания заключенных исполнилось 150 лет. Нынешнее всем известное здание тюрьмы в Сергиевом Посаде не первое. Сергиевский острог стоял на Московской улице в южной части современного проспекта Красной армии, а потом арестантов перевели в более приспособленный каменный дом, там же, на Московской. В 1866 году каменный дом перешел к тюремному ведомству. В январе 1871 года в одном из номеров русской газеты появилась заметка, в которой сообщалось, что в Посадской тюрьме по приговорам мирового судьи содержалось 72 арестанта, хотя здание может вместить не более 16 человек. Санитарные условия не выдерживали никакой критики. Стены покрыты плесенью, по которой течет вода. Заметка привлекла внимание наместника Троицы Сергиевой Лавры архимандрита Антония Медведева. Отец Антония обратился к московскому митрополиту Иннокентию за разрешением возвести новую тюрьму в Посаде за счет Лавры. Добро было получено, началось строительство. В итоге сумма на постройку и обустройство тюрьмы превысила 24 тысячи рублей серебром. Для сравнения, эта сумма приблизительно соответствовала доходам сергиевского Посада в начале 1870-х годов. К августу 1872 года новая тюрьма была построена. Ее проект разработал бывший служитель Лавры архитектор Малышев. В новом здании отвели помещение и для тюремной церкви. По церковью на втором этаже разместилась столовая палата с четырьмя большими столами под черными клеенками, с восемью большими скамьями, окрашенными темно-голубой краской. Под столовой в нижнем этаже была устроена кухня с русской печью и пяти ведерным медным самоваром. Верхний и средний этажи боковых объемов тюремного здания были отведены под камеры арестантов, по две с каждой стороны. В камерах на 25 человек каждая имелся образ Богородицы Утали Моя Печали с хрустальной лампадой, а также стол, деревянные кровати и тюфяки с подушками. В нижнем этаже под камерами размещались комнаты судебного следователя и смотрителя, караульное помещение, а также четыре одиночные камеры для секретных арестантов. Позади главного тюремного дома построили баню, прачечную и погреба. С трех сторон весь тюремный комплекс огородили традиционным бревенчатым частоколом. С парадной, обращенной на Московскую улицу западной стороны, возвели кирпичную стену с воротной аркой. Новая тюрьма официально называлась Сергио-Пасадской, неофициально же ее называли тюремным замком. Сегодня у нас в студии исследователь городской среды Михаил Семенов. Михаил, доброе утро. Доброе утро. В последнее время специалисты начали говорить о возможном переносе следственного изолятора в другое место и, соответственно, создание на месте сегодняшнего здания, тюремного замка, музея. Как вы относитесь к такой инициативе? Ну, во-первых, хочется поздравить следственный изолятор, что у него, как оказалось, недавно юбилей стукнуло в 150 лет. Во-вторых, да, здание историческое. Действительно, это очень важный был момент конца 19 века, когда он появляется, говорит уже о росте нашей территории, нашего города. У зданий, конечно, богатая история, но можно, наверное, размышлять об этой территории как о будущем музея, но здесь, возможно, важен сам контекст этого музея. То есть здесь важно указать исторические веки, важно использовать саму тематику, которая в нем была. То есть невозможно отказаться от того наследия, которое в этом здании уже было. И, в принципе, на сегодняшний день есть разные, можно сказать, подходы. Если для местного населения это всегда будет оставаться, в общем-то, таким, скажем-то, местным заключением, да, лишением свободы, то, конечно, для туризма это будет больше казаться такой дисполнительной дочкой притяжения, дополнительным каким-нибудь механизмом, которым можно получить новые эмоции в городской среде. Ну вот есть мысль, например, сделать там музей-осады, музей тюремного искусства, что-то такое вот, или даже вообще что-то совсем иное, как мыслощное пространство организовать. Я бы так сказал, в принципе, вектор правильный, то действительно невозможно отказаться от того, что было, и в истории нашей страны есть подобный пример музейных пространств. Самая, наверное, популярная это Петропавловская крепость, как вы знаете, там до сих пор находится музей, как раз вот тех самых тюремных камер, в которой еще школьником я там бывал, и, в общем-то, помню эту историю. И, в принципе, использована территория в центре города под вот это музейное пространство, направленное на историю, собственно, заключений. Сейчас в обществе очень часто поднимаются. Например, те же самые кресты в Питере, которые буквально недавно переехали в отдельно стоящее здание уже, естественно, не в центре нынешнего Санкт-Петербурга. И с этим зданием тоже та самая периферийная история происходит. Хоть там и был фрагментарный музей, посвященный в том числе и заключенным, и архитектуре, и культуре того места, но сейчас эта территория находится в таком замороженном состоянии, и судьба его тоже решается буквально вот в эти вот, можно сказать, года, которые буквально перед нами идут. Наш музей мог бы взять на себя эту функцию. Действительно, у нас, может быть, не самая большая, не самая интересная тюрьма. Я бы не сказал, что там были какие-то такие, можно сказать, самые известные и всемирные заключенные. Но, тем не менее, для нашего, для городского жителя, конечно, история была бы интересна, потому что она никак не охвачена. Собственно, в той экспозиции, которая сейчас есть в музеях, возможно, нет того духа, той истории, того важного момента формирования города, который мог бы быть в этом пространстве. Вот сегодня у краеведов есть какие-то такие факты о тюремном замке, которые, может быть, еще не совсем известны, или наоборот, которые широко известны? Ну, конечно же, я никак не слеза с этим заведением. Я надеюсь, что, в общем-то, я никогда не свяжусь. Но, тем не менее, мой дедушка вырос как раз вот в том районе, в том районе улицы Кооперативной. И он очень хорошо помнит, собственно, свой район в своем детстве. Из его истории, например, я узнал, что на пересечении улицы Кооперативной и проспекта Красной Армии раньше находилось здание так называемого нарс-суда. И заключенных после суда, соответственно, пешком ввели от этого здания, получается, в обратную сторону от Лавры, соответственно, в тюрьму, в постоянное заключение. И вот этот промежуток, когда их пешим образом ввели, соответственно, после суда до тюрьмы, в этот момент мальчишки прибегали к заключенным. Они знали, кто это, потому что город был небольшой, все было на слуху. Они давали, например, нитки, давали хлеб этим людям. Каким-то образом провожали вот в эти какие-то, может быть, буквально метров 100-150 до того здания вот в тот период в жизни человека, который бы он уже никогда, может быть, не смог бы вернуться. Вообще, в истории Сергея Посада были и именитые заключенные, но, к сожалению, не в этой тюрьме. Например, в 1940-е годы у нас в так называемой Шарашкиной конторе был, например, Солженицын, который попадает здесь на какой-то небольшой совсем период своей жизни. В меруарах этот момент как раз у него описывается, когда он попадает уже в город Загорск, какое-то время работает, собственно, как физик в этой конторе, на которой вместе сейчас находится наша звездочка. И даже его перевозят из этой конторы Шарашкиной в следующий пункт заключения уровня, современного города Королёва на электричке. И вот этот момент у него есть в мемуарах, как его ведут от неё, от этой конторы до вокзала, в вокзале сажают в электричку, и он с конвоем буквально вот среди обычных людей ехал до Королёва. Но, к сожалению, с нашей тюрьмой именно этот этап истории не связан. Но всё равно очень интересно, нужно изучить. Да, географически, да, действительно, здесь есть такая находка. Но это из тех вещей, которые, может быть, последние годы вскрылись. Я думаю, можно порыться, покопать ещё что-нибудь интересное. Вот такой ещё вопрос. Как сегодня старинные здания интегрируются в современную городскую среду? Вот пример наш, трикотажка, да, любимый? Да, да, очень хороший и, в принципе, доступный пример, где как раз промышленная территория рядом с Лаврой, можно сказать, буквально в центре города, постепенно, с годами начинает преобразовываться сначала в какой-то стихийный торговый центр, а теперь уже, собственно, в такой креативный квартал. И действительно, все территории, которые полежали раньше заводом, она наполняется новыми смыслами. И это становится дополнительной точкой притяжения, соответственно, и внутреннего туризма, и городского, и областного, и регионального. И действительно, это дополнительная экономическая точка развития города. В принципе, те же самые функции, которые берут на себя не только промышленные территории, но можно взять и, например, бывшие тюремные территории. Ну, в трикотажке я еще знаю кирпичики, да, новой гостиницы. Они в одном номере вскрыты даже немножко, чтобы показать историческое наследие. Да, 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 да. Это очень часто используют в интерьерах, показывают буквально в смысле исторический слой. Не заштукатуривают его слоями краски и гипсокартона, а наоборот выявляют, чтобы, собственно, сам посетитель буквально в аналоговом каком-то представлении мог пощупать разные слои истории. Кстати, кирпич, из которого устроился вот этот вот бывший дом презрения, на месте которого появляется трикотажная фабрика, это тот же самый кирпич, из которого устроился и тюремный замок. Как много у нас всего связанного в городе. Спасибо большое, Михаил. Пожалуйста. Напомню, у нас в студии был исследователь городской среды Михаил Семенов.